Приветствую последователей четырехлетнего путешествия этого булука с 13 февраля 2024 года. Желаю вам всего самого наилучшего и спасибо за то, что вы присоединились, и хоть и запоздалого, счастливого Нового Года. Да уж, с последнего видео прошло три месяца, и за это время для биткоина произошло много хороших событий, а также экосистеме в целом, о чем сегодня я расскажу. Но перед этим я хотел бы сказать вам, что я вещаю для вас с места под названием Station 3 в Нью-Йорке. И с учетом того, что это бесплатное видео, не содержащее рекламы, я хочу вам быстро, в течение 30 секунд, немного рассказать об этом месте. Это проект, над которым я работаю, это личный проект, это мое увлечение. И если вы живете рядом с городом Нью-Йорк или посещаете Нью-Йорк, то заходите на наш сайт station3.nyc. Это настоящий хаб в реальной жизни для создателей, разработчиков, художников, предпринимателей, которые собираются вместе для того, чтобы создавать действительно крутые технологии внутри криптоиндустрии, как единого целого, где проводятся интересные мероприятия два-три раза в неделю. И просто место, где люди могут встретиться вместе, создавая все новые связи, формальные отношения, создавать новое партнерство, чтобы помогать, строить и двигать целое крипто-пространство вперед. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Обязательно посмотрите и заходите на сайт station3.nyc. Будет круто увидеться вживую, если вы будете в городе, сказать друг другу привет, выпить кофе и наслаждаться этим местом. Итак, совсем вышесказанным, переходим к нашей сегодняшней программе. Сегодняшние темы этого видео, как мы и делаем всегда, заключаются о позиционировании этого 4-летнего цикла, того, где мы находимся в нем. Быстрый обзор нашего портфеля, который, конечно же, как мы знаем, рассчитан на то, чтобы придерживаться курса, в котором мы не собираемся делать множество движений, и мы определенно не находимся в состоянии того, чтобы даже предполагать какие-либо в этом изменения. Мы посмотрим на образовавшиеся отклонения и на события, которые были достаточно успешными в последние 12 месяцев. И в какой-то момент скоро, я уверен, что мы будем вознаграждены, по крайней мере, скоро. И я также думаю, что самый главный вопрос этого видео является в обсуждении сильных сторон этого цикла. Хорошие результаты, которые мы с вами видели, отсутствие откатов, и все это поднимает один естественный вопрос, на который, я уверен, что многие из вас хотят получить ответ. Считаю ли я, или мы, возможно, наблюдаем с вами раннюю фазу, либо раннюю стадию леворазвернутого цикла. Развернутый в левую сторону цикл означает то, что вершина 4-летнего цикла возникнет гораздо быстрее, чем было ранее, на что намекает взрывное движение вверх. Либо находимся ли мы в фазе формирования того, что, я думаю, может быть суперциклом. Я знаю, что данный термин периодически всплывает то тут, то здесь. Но я начинаю чувствовать, что мы также можем видеть формирование суперцикла и того, на что это может быть похожим в последующие несколько месяцев. Итак, давайте начнем. В общем, спасибо большое, что вы здесь. И первый график, конечно же, недельный. Как мы с вами видим, на недельном графике очень четко прослеживается прогрессивное движение вверх, с очень незначительной направленной вниз волатильностью. И даже в целом движение, направленное вверх, несмотря на то, что у нас были несколько хороших недель, подтолкнувших рынок вверх, по большей части у нас были довольно последовательные движения в каждом из бычьих ралли, которые мы с вами наблюдали с низов медвежьего рынка. И все это привело к очень сдержанному движению, откату вниз по стандартам биткоина. Если мы с вами посмотрим на три коррекции, происходившие в этой фазе, и четвертая, которая была вот здесь, то увидим, что все они составляли около 20%, что для актива с такой волатильностью является очень значительным. И это также говорит о значимости силы данного цикла за все время с образования дна в конце 2022-го. Также мы видим на месячном графике, что в настоящий момент мы находимся на месяце под номером 15, 48-месячного цикла, конечно же, что составляет 4 года, с традиционным размещением вершины в правостороннем цикле, рядом с трехлетней отметкой. Это означает, что мы в уверенных 20-ти месяцах от момента, где в предыдущем цикле образовалась вершина, и где обычно образуется вершина у правостороннего цикла. Так что для того, чтобы освежить вам память, 35-ти месячная отметка приводит нас глубоко в 2025-й год, а сейчас 2024-й год только лишь начался. Это говорит нам о том, что у биткоина, с точки зрения цены, остается все еще невероятный потенциал, в том случае, если данный цикл окажется в достаточной степени таким же, как и был с самого начала, или другими словами, более 10 лет назад. Это невероятная возможность, которая сейчас у нас есть. Биткоин находится всего лишь у отметки в 50 тысяч. И глядя здесь на портфель, как вы знаете, наш портфель претерпевает незначительные изменения. Идея ведь заключается в том, чтобы закупиться на низах 4-летнего цикла, что достаточно успешно, мы делали дважды. Дальнейшей целью является, конечно же, выйти или, по крайней мере, приблизиться к состоянию вывода денег. Не обязательно, потому что мы любим наличные. Я знаю, что многие из вас засмеют идею обменять биткоин на фиат. Но, конечно же, цель нашего с вами портфеля заключается прежде всего не в том, чтобы получить долларовые прибыли, а в том, чтобы использовать экстримы 4-летнего цикла, резкие взлеты, приливы и отливы, чтобы накопить еще больше биткоинов. Так что начал я свой портфель с 25, затем пришел к 42 во время последнего цикла, а целью в какой-то момент будет реализация данных прибыли в надежде того, чтобы в каком-то моменте следующего 4-летнего цикла, а точнее низа 4-летнего цикла, чтобы начать с чистого листа и повторить возможность входа в позиции в тот момент, когда все переживают финальную капитуляцию, чтобы повторить весь процесс. Так что для модели 4-летнего портфеля мы находимся на прибыли в 1100%, с минимальным объемом активностей, по сути, с семью действиями, по сути, за период в 5-плюс лет, что, я думаю, говорит о том, что это в большей степени улучшение или еще большее усиление вашей традиционной ходл-стратегии, которая включает все преимущества ходл-стратегии, буквально идея того, что ты можешь купить, продать и спокойно продолжать заниматься своей жизнью, при этом полностью быть связанным с биткоином, и, надеюсь, гораздо в меньшей степени связанный с биткоином во время падения и периода медвежьего рынка. Что ж, в настоящий момент, с точки зрения 4-летнего цикла, я считаю, что все идет просто замечательно. Очевидно, что у нас имеют место очень серьезные попутные ветры. Теперь у нас есть одобренные ETF, которые показывают невероятные притоки в систему. Но также ETF являются очередным шагом вперед с точки зрения того, что теперь они предоставляют легитимность для традиционных рынков и традиционного мира. Ведь с одобренными ETF люди могут видеть данный класс активов как что-то, что ранее не было доступно для инвестирования, и не что-то, над чем можно было смеяться. Конечно, вы видели сами, мы все видим этот радикальный сдвиг в настрое, в сторону биткоина. Если теперь говорить с людьми, то теперь они тут же не отвечают тем, что это шутка или скам, или, скажем, финансовая пирамида. Конечно же, некоторые продолжают так говорить. Но мы прошли очень-очень долгий путь для того, чтобы биткоин стал восприниматься как актив, который с нами останется надолго. И, конечно же, я в разных видео уже упоминал об этом, что биткоин является машиной времени. Это бесконечно действующая машина, создающая блоки один за другим. Это невозможно отменить или изменить, и с каждым созданным новым блоком, который появляется с течением времени, он показывает нам свою надежность, приобретая ценность, получая ее от прошедшего времени. И в каждом цикле этот настрой только лишь усиливается. А люди чувствуют себя все более комфортно, относя стоимость к этому активу и свое благосостояние к этому классу активов. И с точки зрения четырехлетнего цикла, это замечательная и чистая картина цикла. Да настолько, что чище уже быть не может. Она просто идеальна. Мы наблюдали циклы с тремя растущими и одним падающим годом, эти 47-48 месяцев растущего периода в четырехлетнем периоде, с 12 падающими месяцами капитуляции, образующихся после высокоспекулятивных периодов времени. И вопрос заключается в том, как я уже говорил в начале, в отношении данного цикла, будет ли этот цикл другим. Ведь это то, о чем я много раз говорил, и не только в связи с биткоином, а о циклах в целом. Циклы со временем показывают рифму, но в какой-то момент их характеристика меняется значительно. Ничто в мире не растет бесконечно. В какой-то момент мы с вами увидим цикл, который не будет похож на прежние, не будет таким же. И я говорил уже ранее, что данный цикл как раз может быть таким. И я по-прежнему в это верю. Я считаю, что данный цикл будет сильно отличаться. При этом я также верю в то, что мы можем все еще увидеть вершину цикла в районе третьего года. То есть будет аналогичным с точки зрения тайминга, но с точки зрения цены сильно другим. Поэтому идея как раз в том, что мы можем увидеть в какой-то степени период суперцикла в течение данного четырехлетнего цикла, либо леворазвернутый цикл. И перед тем, как я перейду к двум темам, которые являются основными в данном видео, хочу вам напомнить, что ощущается как-то все легко идущее с точки зрения активного ходлера. Покупай низы, а все остальное время мы были в основном в растущей зоне, что доказывает этот недельный график. С тремя или четырьмя... Так, здесь еще одно было событие вот тут, которое немного встряхнуло всю ситуацию. На отметке где-то около 23%. Так что вот эти встряски в районе 20% для ходлеров, я думаю, что не вызвали никаких тревожных моментов или желаний взять и продать, потому что движение это не стало устоявшимся. Но если мы посмотрим на предыдущие циклы, то увидим множество и множество крупных капитуляций, превышающих 40%. И я думаю, что самый лучший цикл, который зеркально повторяет этот текущий, и даже циклы 2015 и 2017 цикл от низа четырехлетнего цикла до момента к тому, где мы находимся сейчас, выглядит похожим. Мы не видели крупных масштабных событий продаж более чем в 30%, включая два превышающих 40% в этой текущей стадии четырехлетнего цикла. То есть мы ничего похожего не видели, но это, конечно, не значит, что мы не увидим. И поэтому я считаю, что в какой-то момент скоро, неважно, очень ли скоро, либо через несколько месяцев, этот рынок не будет просто лишь продолжать расти без подобного типа коррекций. При этом будет важным оставаться на данном курсе с точки зрения портфеля. Помни, что также есть тенденция, когда рынок продолжает двигаться лишь только вверх, ощущать страх, наличие большой и незакрытой прибыли. Мы об этом с вами много раз говорили. Это буквально вас прожигает, когда вы думаете, что приближается локальная вершина, она приблизится уже вот-вот, и вы хотите продать, чтобы перезайти по более низкой цене, боясь пропустить это падение. И я вас буквально призываю так не поступать. Ведь вся идея стратегии активного ходлинга думать о продаже только тогда, когда наступает правильный тайминг внутри цикла. И, конечно же, это будет примерно на отметке третьего года. И мы сейчас совершенно не подошли к этому моменту, чтобы думать о продаже. И вот почему мы будем рады волатильности. Мы принимаем эти 30-40% падения, когда они наступают. И если у нас есть свободные деньги, которые мы можем использовать, то мы используем эти 30-40% падения как возможность. И причина этого заключается в том, что данная стратегия является не торговой стратегией. Она устраняет необходимость понимания того, что делает рынок. Делать это день от дня и неделя к неделе. Это убирает все эти моменты смятения, а также устраняет множество ошибок, появляющихся из-за попыток трейдинга, превращающих все это в краткосрочный ходлинг. Так много историй и людей, пытавшихся это сделать, в большей степени у которых ничего не получилось. И в очень могущественных рынках, которые мы сейчас видим, и в течение текущего цикла, имеет возможность, если вы пытаетесь продать на локальной вершине, запереть вас в ловушке и продолжить расти, что делает практически невозможным для вас повторно зайти в рынок, потому что вы только что увидели образовавшийся гэп от растущей вверх цены. Так что старайтесь этого избегать. Это ключевой фактор успеха для стратегии данного типа. Вы лишь продолжаете ходлить и принимаете то, что ваша стратегия создана для получения прибыли за весь цикл, а не доение дополнительных прибыли, или попытки доения этих дополнительных прибыли, во время периодов падения внутри четырехлетнего цикла. Но позвольте вам сказать, и для меня это было наблюдение, точнее, в большей степени наблюдения, чем что-либо еще. Но для меня это буквально ощущение, что имеет место огромная сила, которую мы не видели в предыдущих циклах. Определенно, в цикле 15-18 года была сила, в то время было значительное количество волатильности, но даже какая-то сила была в 2018 и 22, хотя в итоге основная сила появилась перед взрывным ростом. Но этот цикл ощущается как будто в нем непомерно много впереди. Также это можно наблюдать и по ончейн-показателям, видя, что долгосрочные держатели буквально не продают свои позиции. Они накапливают и начали накапливать гораздо раньше, чем обычно. И ощущается, что данный класс ходлеров действительно хорошо спозиционирован для того, чтобы цену закинуть гораздо выше. А данный четырехлетний цикл был основательно поддержан в зоне выше исторического максимума. Также складывается ощущение, что очень много людей с точки зрения розничного покупателя также в общем присутствуют. Конечно, люди восторгаются криптом миром, но даже в этом мире все кажется очень сдержанным. В то время как в прошлом цикле у нас было много мошенников и сомнительных личностей, очень много манипуляций с плечом, конечно же, которые двигали рынок. Но в этот раз двигателем кажется является спот, нежели что-то еще. Просто люди, институционалы, признающие ценность ходлинга спотового биткоина, покупающие спотовый биткоин целыми пачками. Я думаю, это именно то, что и двигает этот рынок выше. Также заметно, что во время распродаж мы видим меньше сделок с плечом. Мы видим меньшую волатильность, направленную вниз. И все потому, что ходлеры просто не хотят продавать на этих падениях, поддерживая тем самым силу этого рынка. В итоге эти падения в 10-15 процентов, которые мы видели, оставались позади относительно быстро. Это наводит меня на тему, которая сегодня актуальна, будет ли цикл лево-развернутым. Либо даже возможно будет супер-циклом. Я к этому перейду через минуту. Но с точки зрения лево-развернутого цикла, вот что вы должны знать. Это интересно, потому что это все идет наряду с той силой, которую мы наблюдаем. У нас имеет место слияние всех этих рассказов и историй с предыдущих циклов, которые, на мой взгляд, сейчас объединяются. Ведь у нас как бы есть изначально в эту технологию на ранних стадиях. Это была первая волна, первый цикл. Потом у нас были технически сфокусированные на этом ребята, которые также зашли эти венчурные капиталисты. Затем у нас было розничное безумие в 15-м, 16-м, 17-м. Это фаза ранних институционалов в последнем цикле. А затем у нас произошла эта большая история с NFT. Это начавшееся движение, и это важно, потому что они также являются покупателями биткоинов, и в целом криптопокупателями, входящими в экосистему. И теперь у нас есть эти ETF, сделавшие доступ к биткоину более широким. И конечно же, с учетом имеющего место этого государственного регулятора, разрешившего покупать и накапливать. И все это складывает ощущение, что теперь у нас есть все на месте, все здесь. И с этим самодостаточным наполняющим меня ожиданием того, что у биткоина все еще есть впереди один большой шаг вверх, в какой-то значительной вершине, на которой, я думаю, нужно какое-то время, а затем еще время на то, чтобы все это переварить. Так что определенно, для какого-то большого движения у нас есть некоторые задатки. И вот почему, что этот наступающий, вернее, идущий цикл, к которому находимся, либо он будет леворазвернутым циклом, либо в какой-то степени суперциклом, и то, что он не будет циклом с уменьшающимися прибылями. Я думаю, что многие были введены в заблуждение о том, что это последний цикл, к которому приблизимся в зону шестизначных цифр, о котором вы думали, что это произойдет. И все потому, что последний цикл, я думаю, что в большей степени был, как я говорил ранее, построен на мошенничестве, движимый сделками с плечом, почти что полностью скоординированным циклом, который попросту выдохся, а затем, в какой-то момент, когда это произошло, сделки с плечом вылезли наружу, и в итоге все рухнуло. Данный же цикл выглядит гораздо более устойчивым, и имеющий фундамент для того, чтобы двигаться выше. И с точки зрения левостороннего цикла, если посмотреть на месячный график. И перед тем, как начать разговор о левостороннем цикле, мы находимся в моменте текущего цикла примерно на 15-м месяце, где предыдущие циклы вставали на паузу, примерно за 2-3 месяца до халвинга, как только они достигали этого уровня 6-1-8, уровня поддержки продолжения Фибоначчи, примерно в этом моменте. Это все действительно начинало происходить около 23-го месяца, последних нескольких циклах. Это когда они буквально замедлялись, а затем становились очень выглядящими по бычьи, пробиваясь к историческому максимуму, и к 25-26 месяцу, как вы здесь видите в предыдущих циклах, осуществляли рывок к историческому максимуму, не оглядываясь назад до достижения вершины 4-х летнего цикла. В настоящий момент мы немного выше уровня 6-1-8, но мы дошли до этого уровня на момент 15-го месяца цикла. И мы как бы сейчас в этом моменте на этом уровне, и мы были здесь в цикле 15-го года, также на 17-м месяце, но затем резко упали вниз, провели 4-5 месяцев консолидации, и опять же не достигали этого уровня до 23-го месяца, а затем продолжили рост, то есть откатились вниз до уровня 10-ти месячного скользящего среднего, затем провели консолидацию, а затем после халвинга устремились вверх, не оглядываясь назад. То есть очень похожая ситуация здесь, в этом цикле, когда стало ясным, что мы в новом бычьем рынке, теперь это уже каждый знает, и мы находимся в прихалвинговом состоянии, и если сценарий предыдущих циклов будет повторяться, мы должны откатиться, или уйти в консолидацию по крайней мере в 3-4 месяца, до халвинга и после халвинга, а после, и думаю, что вся эта история самого халвинга, я думаю, менее важна, но все же, и само сокращение производства биткоина и обращения также играет роль, поэтому с точки зрения левостороннего цикла, это по сути означает, что цикл текущий не будет похож на предыдущие циклы, он просто движется вперед, потому что за этим рынком стоит твердая уверенность, никто не хочет продавать на данном уровне, и недостаток предложения на рынке является просто лишь настолько небольшим в отношении спроса и покупателя, так что рынок пойдет выше, так что левосторонний цикл здесь будет значить, что мы продолжим двигаться выше, мы придем к тестированию исторического максимума, увидим хорошее разделение с 10-месячной скользящей средней и буквально пробьемся через исторический максимум, значительно раньше средней точки, которая обычно происходит в момент достижения исторического максимума, и если это произойдет, то это будет значить, что мы заступили на очень спекулятивную фазу четырехлетнего цикла. И такие спекулятивные фазы в четырехлетнем цикле значат, что циклы не для отца обычно очень долго. Они могут идти 4, 6, 8 месяцев, но как только они завершили свою программу, как они достигли вершины, обычно значит, что цикл подошел к своему концу. И для левостороннего цикла это попросту значит, что вместо того, чтобы ожидать дальнейшее восхождение четырехлетнего цикла до отметки третьего года, этого года. То есть левосторонний цикл означает, что мы достигнем вершины до конца этого года. И на продолжительности жизни четырехлетнего цикла это значит два года движения вниз или в боковике, что неважно в этот момент, на пути к низине следующего четырехлетнего цикла. Так что наши или мои циклы всегда измеряются снизу до низа и до низа. А вершины могут образоваться буквально в любом месте, особенно с учетом или в зависимости от того, как самая долгая траектория цикла направила свое движение. Так что мы направляемся к крупному и крупному верху. Для биткоина это первая самая крупная вершина. Я не говорю о вершинах, которые мы наблюдали с вами в предыдущих четырехлетних циклах. Три года роста и один год падения. А крупная вершина, которая может занять, может быть, весь четырехлетний цикл, чтобы восстановиться. Аналогично тому, что было у Насдака в нулевых во время бума дуткомов. И это, возможно, может получиться в движении в будущее от восьми до десяти месяцев. По сути, это будет значить, что вместо того, чтобы откатиться в них и консолидироваться, как было в предыдущих циклах, в этот раз будет взрывной рост вверх, оставляя так много людей позади в этот момент, потому что ожидание того, что мы достигнем вершины, как было в предыдущих циклах, около третьего года, буквально образует этот забег все выше и выше до этого верха. Если вы взглянете на некоторые свечи из предыдущих некоторых циклов, о которых мы говорили, когда образовался такой забег и который начинается сейчас, если вы посмотрите на цикл 2017 года, возьмете и сделаете что-то вот в этом роде. Так что неважно, каковы ценовые цели. Я думаю, что никто не скажет, где образуется эта вершина. Главное в том, что в левостороннем цикле мы бы уже оказались в этой фазе взрывного роста. Пока еще на это не похоже. Пока. Но исторически мы бы уже падали примерно вот в этом месте, консолидируясь. И если мы продолжим расти выше и достигать все более высоких уровней, начав тест исторического максимума, это будет значительным отправным моментом для изменения поведения в отношении предыдущего цикла и что мы понеслись выше. Да, конечно, у нас есть вся эта история с ETF, но не только дело в ETF и не только в истории. Это реальность, когда мы видим, что миллиарды долларов поступают в систему, чего мы не наблюдали во время предыдущих циклов. И, конечно же, все это самореализуется, двигает цены вверх, увеличивает осведомленность, а также доступ к продуктам и биткоинам через ETF, что делает легче путь капиталу для прибытия. И это то, как начинают расти пузыри. Он надувается, надувается и надувается, люди начинают об этом повсеместно говорить, настрой начинает расти, капитал прибывать, а цены начинают становиться все выше. Это все продолжается до того момента, когда мы приходим к тому, что система не может оставаться устойчивой. Так что эта идея довольно уместна. я думаю, имеет довольно разумную высокую вероятность. Хоть я и не могу назвать конкретную вероятность, но когда я рассматриваю эти ощущения и обоснования этой силы, когда мы рассматриваем эти ETF, что определенно является в некоторой степени черным лебедем, того, чего рынок ждал 8-10 лет с точки зрения биткоина, все это придает ощущение для всего этого рынка возможность стать левосторонним. Но как мы на это отреагируем, когда мы возможно начнем рассматривать точки выхода рядом с отметкой в 3 года, если данный цикл начнет проявляться левосторонним, когда вершина возможно будет летом или концом лета, либо ранней стадии завершения года, то как мы будем доверять тому, что вершина достигнута в этот момент, а не пойдет дальше еще на протяжении следующего года, на гораздо более высокие отметки. Это хороший вопрос. В этом есть сложность отлова вершин в любом рынке. И я думаю, что в 4-летнем цикле гораздо легче поймать низ. Я думаю, что в определенный момент настрой достигает момента в определенный тайминг в отметке 4 года. и поймать его гораздо легче. Но когда у вас имеет место очень большой потенциал для достижения вершины в 4-летнем цикле, что буквально является тем, что мы здесь пытаемся сделать, пытаемся определить долгосрочный тренд и то, где цикл может достичь своей вершины, то у нас нет предыдущего ритма или рифмы для вершины, чтобы выйти с рынка. И нам нужно начать доверять некоторым показателям, некоторым техническим показателем рынка, который будет либо окажется рядом с вершиной этой вершиной 4-летнего цикла. И нам с вами придется пересечь этот мост, определить и посмотреть на эти цели. Они могут достичь довольно высокой отметки, особенно в высокоспекулятивном рынке. Я даже не сомневаюсь в том, как высоко может уйти биткоин во взрывном движении левостороннего цикла. Но если это будет левосторонний цикл, я думаю, эта отметка будет гораздо и я думаю, что мы столкнемся с ситуацией, когда мы уйдем настолько далеко, что буквально все индикаторы будут находиться на самом максимуме довольно долгое время, и мы уйдем на очень большое отдаление от 10-месячного скользящего среднего, и я думаю, это будет вопросом того, чтобы, если это произойдет, наблюдение этой экстремально удаленной точки, и что вы начнете постепенно закрывать свои позиции, и зная это, вопрос наступления вершины будет заключаться в тайминге, но главное, что будет цена, которая станет логичным началом для процесса закрытия позиций, потому что я полагаю, что дно следующего цикла мы увидим на гораздо более низких ценах, но это нормально, эта идея левостороннего цикла, я думаю, имеет большой объем наград, но что произойдет после этого, что ж, я думаю, если у нас будет взрывной рост, то не буду называть цифры как предсказание, но допустим, у нас образовалось массивное движение, которое привело к цене 200 тысяч плюс, или даже уровня 300 тысяч, то думаю, это приведет к вершине более долгосрочный, я думаю, 16-ти или 20-ти летний цикл, точно не могу сказать продолжительность такого цикла, но циклы, которые захватывают самое начало образования биткоина, являются для этого обоснованием, начавшееся давно, более 10 лет назад, но я думаю, что все это может значить с данной точки зрения, что у нас образуется, скажем, двухлетний медвежий цикл до низа четырехлетнего цикла, а в итоге последующий цикл вероятно образует двойную вершину или даже не достигнет этой точки, консолидируясь и двигаясь ниже в направлении следующего четырехлетнего цикла, завершая очень продолжительный 16-ти или 20-ти летний цикл. И на шестимесячном графике вы сможете увидеть это будущее взрывное движение. Эта текущая шестимесячная свеча началась в прошлом месяце. Она пробьется через исторический максимум, а затем следующая шестимесячная свеча до вершины взрывной вершины, которая отметит долгосрочную вершину цикла. И на что это будет похоже? В настоящий момент у нас есть эти четырехлетние циклы, у нас есть движение вверх, а затем откат вниз. Это четырехлетний цикл, еще один четырехлетний цикл, и еще один, и вот еще один прямо здесь. И возвращаясь к четырехлетнему циклу, обратите внимание на то, как развивается его продолжительность, потому что здесь вершина произошла до середины цикла, а затем ситуация, где она, вероятно, оказалась позже. Так что, как вы видите, циклы на четырехлетнем таймфрейме проходят через приливы три года вверх, один вниз, для более долгосрочного цикла у вас будет вершина и горка вниз. Так. В общем, цвет поменяю. Здесь у нас четыре цикла и пятый вниз, представляющий как бы двадцатилетний период времени, прямо к низу этого цикла. Теперь, у нас остается вероятность того, что, если мы достигнем очень рано вершины, скажем, в конце лета, то это расстояние, которое больше вот этого расстояния в один год, падение в два с половиной года, может быть достаточным, ведь биткоин все еще довольно молод, и этого будет достаточно, чтобы завершить 16-летний цикл. Он будет падать два с половиной года, перед тем, как продолжить новый 16-летний цикл. Повторюсь, как я уже упоминал, с точки зрения тайминга, мы не знаем, как долго продлится этот долгосрочный цикл, но я знаю, что он есть, вы этом сможете убедиться, допустим, лет через 10. Но мы с вами столкнемся с четырехлетним циклом, в какой-то момент, будет ли он левосторонним, с вершиной, после которой начнется падение, либо не спадающий цикл в направлении к началу следующего четырехлетнего цикла. И это приводит меня к разговору о суперцикле. Итак, оставив в стороне разговоры о возможности этого цикла как левостороннего, у нас остается другая возможность, которая буквально означает то, что этот цикл в виде правостороннего цикла, буквально отражая предыдущие циклы в виде той структуры и того, как он воспринимается в движении к вершине от 2015 к 2017 и спаду 2018. Этот цикл, который больше всего напоминает текущий цикл, имеющий массу характеристик и меньшее количество волатильности. Так что этот цикл говорит о том, что и даже предыдущий цикл наводит на мысль о том, что нам нужна пауза. Начать накопление в этом диапазоне может быть откатиться до 10-ти месячной скользящей средней, до уровня 37-ти тысяч, может быть 38-ти, 39-ти, за последующие несколько месяцев и заступая на момент халдинга, просто для того, чтобы создать основание, необходимое для того, что мы называем рывком к историческому максимуму и прорыву к вершине этого цикла. Так что в этом случае, опять же, мы смотрим на то, что похоже на 2017-й. Это означает, что нам нужно будет провести следующие 4-5-6 месяцев в консолидации к, я думаю, в направлении окончания лета и за месяц до начала атаки вершин. И это обеспечит нам основание, хорошее основание для долгосрочных держателей и для того, чтобы позволить этому рынку начать движение выше, к вершине цикла. Но, что на мой взгляд здесь другое, опять же, я упоминал ранее факт того, что этот рынок имеет гораздо большей сил, чем то, что я видел ранее. У нас имеет место история институционалов, не так, как в прошлом цикле, о, институционалы начали заходить. У нас были институционалы, были крипто-друзья и что-то подобие фондов. Но в душе они были крипто-бро, крипто-дегенераты. Но в этот раз организации в традиционном костюме, институционалы и фонды управления средствами, фонды, управляемые крупными семьями, зашли в рынок. Это то, что мы видим, то, что ощущаем в фазе накопления этого рынка. Так что, если мы увидим правосторонний цикл, то, думаю, что мы увидим достижение исторического максимума немного раньше, чем было в прошлом. И, конечно же, в какой-то момент мы встретимся с волатильностью, будет коррекция, но, в общем, это целостность, это накопление и аптренд к уровням исторического максимума к лету, к концу лета, даже, может быть, ближе к концу года, после чего будет вероятная консолидация на историческом максимуме, и после чего мы продолжим дальнейшие движения. Так что, во многих моментах это будет аналог цикла 2017 года, просто в более ускоренном виде. И, на мой взгляд, это приведет нас к лучшим результатам этого цикла в сравнении с предыдущим, потому что это тот цикл, в котором сошлись все эти темы воедино, все участники в одно финальное большое взрывное движение, завершающее первую большую финансовую биткоин-главу. Я это не обязательно говорю в негативном ключе, но это станет взрывным пузыреобразным движением, в котором сойдутся и будут участвовать вместе все эти темы. Так что, я действительно считаю, что мы с вами увидим неслыханное движение в этом четырехлетнем цикле. Будет ли оно частью левостороннего цикла, то есть более короткое, более резкое, экстремально резкое направленное вверх с вершиной в этом году, или же это будет обычный четырехлетний цикл, аналогично тому, что мы видели ранее, просто более интенсивно, с более короткими падениями, и даже если они произойдут, если станут 30-40% падениями, скажем, в течение одной недельной свечи, очень быстро отскакивая на обратную отметку, крупные такие резкие коррекции за очень короткий период времени, но я думаю, что мы сможем зайти на территорию исторического максимума, даже при правостороннем цикле, быстрее, чем мы видели раньше, перед тем, как продолжим двигаться еще выше. Но по сути, все это для нас не так и важно, ведь идея заключается в том, что мы здесь инвестируем в четырехлетний цикл, и в левостороннем цикле, я думаю, что вы можете почти что не скажу безопасно, потому что нет ничего безопасного, когда речь заходит об инвестировании, но я думаю, что мы можем сказать, что с точки зрения левостороннего цикла, мы можем увидеть крупное движение через исторический максимум, вероятно ведущее в шестизначные числа, перед тем, как достигнуть вершину, и в более устойчивом, традиционном движении четырехлетнего цикла, которое нас с комфортом приведет в зону исторического максимума и за нее, так что давайте надеяться на традиционный четырехлетний цикл, который имеет аналогичные характеристики с теми, что мы видели ранее, с надежной ставкой на дальнейшее движение выше, который выглядит более простой для управления и удерживания наших позиций, а также более легкое для потенциального будущего выхода, который произойдет вблизи исторического максимума. В общем, я стараюсь делать эти видео раз в несколько месяцев, ведь более часто в обновлении ситуации делать не нужно, вы знаете стратегию и остаетесь привержены курсу. Оставайтесь в инвестициях и не играйте с рынком, это может вылиться вам в значительные затраты. Замечу, что этот цикл выглядит очень сильным и очень-очень хорошим. Я думаю, что эта сила говорит нам, что этот рынок уйдет гораздо выше за следующие 6 месяцев или 18 месяцев до вершины правостороннего цикла, но этот цикл может быть и в какой-то степени суперциклом, я не кидаюсь этим названием, ведь знаю, что в последнее время это стало мемом, но все же думаю, что в этом есть реальная возможность. И к следующему видео, которое, я думаю, выйдет где-то через 2, может быть, 3 месяца, у нас уже будет очень точный ответ на то, что будет ли этот цикл левосторонним. Я думаю, что вероятно, мы об этом узнаем в следующие 4-6 недель, станет ли возможность левостороннего цикла реальностью, потому что сейчас мы находимся в ситуации, что этот цикл, если он останется все-таки правосторонним, как и предыдущие циклы, ему все-таки нужно немного вернуться, консолидироваться, провести какое-то время в боковике, по крайней мере, перед тем, как пойти выше. Так что, я думаю, мы узнаем об этом к следующему месяцу. Если он поднимется до или даже выше, скажем, 60 тысяч, то я думаю, что будет очень большая вероятность, что у нас началась взрывная фаза, и вам не нужно немедленно начинать продавать. Вам не нужно покидать корабль из-за возможной двойной вершины, потому что, вероятно, все-таки начнутся разговоры, если это произойдет. Вам нужно оставаться верным и придерживаться курса, и пройти через него, как мы это делали в предыдущих циклах. И со всем этим сказанным я желаю вам удачи, вещая из Нью-Йорка Station 3. Всех вам благ. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова